В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Валерий Венцый встретился с коллективом ВРКБ. Мы будем ставить еще более высокую плату. Завершилась ежегодная благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости». Видное, щедрое, помогаем! В бассейне «Дельфин» поселка Развилка прошли веселые старты, посвященные Международному дню инвалидов. Будут эстафеты, будет плавание, мы все будем поддерживать. Глава муниципалитета встретился с сотрудниками Винновской районной клинической больницы. Собрание состоялось в конференц-зале детской поликлиники. Валерий Венцель начал разговор с того, что только в тесном взаимодействии медицинских учреждений и районной администрации можно добиваться хороших результатов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что проделана серьезная работа по улучшению качества предоставления жителям медицинских услуг. Один из ярких примеров – открытая год назад Мулаковская больница, которая постепенно наполнилась необходимым персоналом и оборудованием. Гудайль Анатольевич, мы договорились, что мы перед собой будем ставить еще более высокую плату. Да, поэтому мы на этом не останавливаемся. И понятно, что по тяжелому оборудованию и в целом по лекарственному обеспечению, в том числе, мы держим руку на пульсе. В дальнейшей работе, как сказал Валерий Венцель, выявлять слабые места помогут и жалобы жителей, направленные в Центр управления регионом, открытие которого в нашем муниципалитете ожидается уже скоро, отметил глава муниципалитета и важность появления новых машин скорой помощи. Понимаю, что этого тоже недостаточно. Мы обратились и к губернатору, и к правительству Московской области, для того, чтобы нам все-таки до нормативов еще дотянуть. И будем стараться сделать так, чтобы в следующем году мы еще заменили 5 машин скорой помощи. На встрече был затронут и кадровый вопрос в сфере здравоохранения. Важно, заявил Валерий Венцель, чтобы врачи и медсестры, живущие в муниципалитете, и работали на территории округа. Они искали трудоустройство в столице. А значит, нужно еще больше предоставлять жилья, оказывать другую поддержку. По окончании встречи глава муниципалитета поблагодарил всех за важный и необходимый труд. Жители микрорайона пригород Лесное проверили, как продвигаются работы по строительству детского сада. Год назад объект был еще на стадии проектирования. Теперь же осталось нанести последние штрихи. Когда завершится стройка и скоро ли дети смогут пойти в детский сад рядом с домом, расскажет Арсений Рогозянский. Снаружи монтаж игровых площадок. Внутри идет работа по облицовке стен. Активное строительство детского сада в пригороде Лесное началось в апреле текущего года. Огромный пласт работы уже позади. По словам застройщика, объект площадью 6000 квадратных метров завершен на 90%. В настоящий момент у нас все коммуникации в детский сад заведены. Сделано, как вы видели, благоустройство этого детского сада. Подключены все необходимые жизненные системы к этому детскому саду. И в феврале-марте месяце мы уже планируем его передать администрации Ленинского района. Ход работ проверили жители микрорайона, в частности те, кто собирается привезти своих малышей в этот детский сад. Директор Центра культуры и досуга Ладыгина Надежда Стрибкова помогла им найти контакт с представителем компании-застройщика. Мы уже видим на данном этапе, что строительные работы завершены. Здесь, по сути, проходят уже благоустроительные, косметические работы. Нас конкретно интересуют, конечно, строки и ввод в эксплуатацию. Строительство объекта завершится к концу этого года. Здание оборудовано 15-ю групповыми помещениями. Два из них для детей от двух лет. Свои двери для 360 ребят детский сад распахнет весной 2020 года. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ставьте тазики. Именно так сказали жителям дома номер 6 по проспекту Ленинского комсомола, которые обратились за помощью в аварийно-диспетчерскую службу ЖКХ. Когда поздно вечером, в пятницу с потолков их квартир начала литься вода. Квартиры двух стояков третьего подъезда с пятого по второй этаж в итоге оказались затопленными. Вода, по словам жильцов, достигала нескольких сантиметров. Наша съемочная группа побывала на месте событий и вместе с экспертами оценила масштабы причиненного ущерба. Если для большинства россиян последний день ноября был ознаменован как черная пятница, время больших скидок, то для жителей подъезда номер 3, дома номер 6 по проспекту Ленинского комсомола, пятница стала черной совсем по другой причине. С пятницы на субботу на полка 6, 57 капает с крыши. Что мне сказали? Ваша заявка принята, это кровля, к вам утром придут. Я говорю, а что мне делать? У меня четверо детей, мама инвалид по зрению. Все течет, по проводке течет, все капает. Она говорит, я вас поняла, заявка принята, утром к вам придут. Потом я перезваниваю, говорю, а мы же затопим и нижние этажи. Она говорит, а что я могу сделать? Подставляйте тазики. Сегодня Елена уже спокойно рассказывает о происшедшем. За два дня успели немного навести порядок. Хотя какой там порядок, без ремонта не обойтись. Обои отклеились, потолочная плитка упала. В квартире стойкий запах сырости. Жить в таких условиях непросто. Довольна лишь только плесень. Электричество пришлось отключить во избежание короткого замыкания. Вчера пришли электрики, правда, нам сделали свет в ванной, в туалете, в кухне. Все остальное мы нам сказали не включать, не трогать. У соседа по лестничной клетке ситуация схожая. С потолка до сих пор капает. От аккуратно сделанного ремонта не осталось и следа. Начиная рассказывать о случившемся, вскрываются и другие проблемы. Хозяин квартиры Артем Портнов говорит. О своих бедах заявляли давно, но никто не слушает. Большой объем, в котором образуется плесень. Мы сейчас все зачищаем, но надо постоянно держать открытыми локонами. Когда мы с маленьким ребенком жили здесь, невозможно, постоянно тоже простужается. Соседка по подъезду обращалась тоже по поводу грибка в доме. Ей ответили у Жеки, что это у вас только у одной. На самом деле дом настолько сырой, что плесенью на стенах может похвастаться практически каждый. У Елены Пушкаревой зеленые участки на стенах в каждой комнате. Многодетная мама жалуется. Дети болеют регулярно, и причина именно в этом. А ее соседка этажом ниже ходит теплоодетая. Из-за влажности приходится постоянно держать открытыми окна. Холодно. В те злополучные выходные она тоже боролась с потопом. Говорит, что всего этого можно было избежать. Звонили всю ночь и вот сказали, не можем приехать. Но если бы они отреагировали, приехали вовремя, этого всего бы не произошло, конечно. Она мне сказала, ставьте тарелочки. Я выливала ведра, в течение часа набиралось ведро. Ведро, тазы, одеяло, все это лежало, все это менялось постоянно, всю ночь. Предварительная причина случившегося – промерзание ливневки. Резкая смена температур – то мороз, то дождь. В результате чего вода стекала не по ливневым стокам, а через межпанельные швы. В понедельник пришли сотрудники жилотдела номер один, чтобы описать повреждения. А после ущерб будет оценен. Я пишу то, что вижу, то, что стены сырые, то, что проводка не работает. Я отдаю этот акт уже нашему инженеру по документации. Она составляет дефектную ведомость, на основании которой идет перерасчет или расчет с жителями. Ущерб хозяевам квартир, конечно, возместят. В какой мере, пока неизвестно. Но ремонт каждому придется проводить собственными силами. Что, к примеру, для мамы четверых детей Елены Пушкаревой – задача не из простых. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В муниципалитете завершилась ежегодная благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости». Об итогах и особенностях щедрой недели этого года – наш следующий сюжет. Вот и подошла к концу «Неделя доброты и щедрости», которую уже третий год подряд организует Координационный совет общественных объединений. На протяжении недели в 17 торговых центрах и магазинах муниципалитета можно было оставить в щедрой корзине продукты и другие товары первой необходимости, а также деньги для особо нуждающихся жителей муниципалитета. Пункт сбора был в каждом поселении. В этот раз отличие заключается в том, что в более широкой географии мы подключили больше поселений. За это отдельная благодарность администрации, которая подключила торговые сети. И людям не пришлось куда-то ехать, они на местах могли более в шаговой доступности принять участие в данном мероприятии. В этом году собрали более тонны продуктов и более 40 тысяч рублей для особо нуждающихся жителей, инвалидов, многодетных, социально-реабилитационного центра Тихвинской иконы Божьей Матери. Мы рады, что неравнодушные жители Ленинского района помогли нам и дали нам продуктов и благотворительную помощь, которая нам во многом поможет дальше развиваться и жить. Спасибо всем. Мы получали поддержку по очень и очень многим каналам. Нам очень и очень многие помогали. Но вот в данной связи и сейчас мне бы хотелось отметить личный вклад и личную поддержку Валерия Николаевича Венцеля. Это очень приятно. Ежедневно в течение всей этой недели шли видеоролики, в газете выходили статьи о этой благотворительной акции. И народ все это видел, присоединялся к акции, и результат у нас налицо. Поэтому большое спасибо, наши друзья. Мне хочется поблагодарить всех волонтеров, которые приняли участие в этой акции, за их труды, за их помощь. Дежурили в магазинах, привлекали людей. Огромное им спасибо за это. В акции участвовало более ста волонтеров. Кстати, среди них были и сами благополучатели. Я хочу сказать спасибо всем, всем жителям городского округа. И хочу сказать отдельное спасибо этой организации, которые, организациям, которые принимали больше всего участия в этом. Это общество инвалидов. Это настолько активные люди. И общество многодетных. У нас было два магазина. И, соответственно, на каждый день в течение недели было по одному или двум человекам. Но помогали нуждающимся не только простые жители, но и члены торгово-промышленной палаты, предприниматели и бизнесмены. Мы решили подарить для благотворительного центра «Тихвинский» набор постельного белья. Это несколько комплектов, порядка 15 комплектов подушек, одеял постельного белья. Надеюсь, что этот подарок будет полезен в жизни центра. Многие обращались и звонили, уточняли, как можно и чем можно помочь. И в социальных сетях были вопросы, и по телефону звонили. Мы, в общем-то, ориентировали людей на то, что дарите все, что необходимо в быту. И любой подарок, он будет полезен и нужен людям, которые нуждаются в этом подарке. В этом году мы выбрали конкретного благополучателя, а именно общества инвалидов. Мы с ними сотрудничаем, мы лечили детей в наркозе и просто так лечим зубки. Мы приготовили средства личной гигиены – это зубные щетки, пасты, а также памперсы, салфетки и постельное белье. Многие предприниматели помогают нуждающимся на постоянной основе. Не обошлось без подарков и в щедрую неделю. Это для вас. Спасибо. Я хочу поблагодарить людей, которые помогали мне в этом. А этот росточка мне поможет ходить и жить. Спасибо всем, кто принимал участие. У нас инвалиды малообеспеченные люди, и они очень нуждаются в любой помощи. Поэтому искренне очень большое спасибо общественной палате торговой, которая помогает нам безвозмездно. С каждым годом к акции присоединяется все больше участников, а значит, мир становится добрее. Видное, щедрое, помогаем! В Историко-культурном центре состоялась краеведческая конференция, которая была посвящена 90-летию Ленинского района. С докладами выступили и члены общества краеведов, и рядовые жители, интересующиеся историей родного края. Одними из них были преподаватели Видновской гимназии, представившие свой проект виртуальных экскурсий по достопримечательностям муниципалитета. Мы решили объявить, что родной край может быть территорией образования. Только это не тот случай, где читают лекции, а это изучение городского пространства, в котором мы живем. И на площади мы видим не просто администрацию Ленинского района или администрацию города, а мы видим отголоски мировой европейской архитектуры Древней Греции, Древнего Рима, эпохи Возрождения. Работа по подготовке проекта шла на протяжении семи лет, и ее итогом стало создание сайта mhkclub.ru, где любой желающий может узнать о стилях мировой архитектуры на примерах знакомых нам сооружений. Сайт представляет собой совокупность 3D-экскурсий, совокупность 3D-прогулок виртуальных, которые позволяют, не выходя из дома, побывать в разных уголках нашего района. Например, посетить церковь, церковь преображения Господня в селе Остров. Можно также посмотреть на воднопорную башню, узнать информацию об этих архитектурных сооружениях. Краеведческие конференции проходят ежегодно. На них рождаются идеи для создания новых книг и экскурсионных маршрутов. Самое главное, что краеведы прививают интерес к истории своей малой родины молодому поколению. У нас очень многие школьники сейчас проводят тоже краеведческую работу. Они вводят экскурсии как по своим школьным музеям. Они участвуют в нашем конкурсе «Наш край», пишут замечательные работы. Сейчас мы скоро будем подводить итоги. Очень интересные работы. И в дальнейшем эти школьники самые настоящие кандидаты для нашего краеведческого общества. В бассейне «Дельфин» поселка Развилка прошел спортивный праздник, посвященный Международному дню инвалидов. Также он был приурочен к неделе доброты и щедрости, которая завершилась в Ленинском городском округе. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Несмотря на то, что соревнования любительские, здесь все по-настоящему. Торжественное открытие, представление судей и наставников, разделение на команды. Веселые старты, в которых участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья, проводятся в бассейне «Дельфин» дважды в год. На День защиты детей и Международный день инвалидов. Эта традиция имеет давнюю историю. «Наши ребята с 93-го года приходят в бассейн, и всех мы с удовольствием принимаем. Но сегодня хотелось устроить им праздник, а это традиция. Каждый год мы проводим праздник. Присутствуют сегодня дети с ограниченной возможностью городовидные и развилки. Будут эстафеты, будет плавание, мы все будем поддерживать». Впрочем, и сами дети не прочь лишний раз доказать, что, несмотря на особенности, могут показывать свои умения в самых разных областях. Это продемонстрировал и танцевальный номер, который был показан всем собравшимся на церемонии открытия соревнований. Дается старт заплывом. В соревнованиях принимают участие и дети, занимающиеся в спортивных секциях «Бассейн и Дельфин». Помогая друг другу, ребята смело штурмуют водные дорожки. В случае необходимости на помощь всегда придет тренер-инструктор. «Понятно, досточку возьми правильно. Не так, не так. Как пальчики надо.» Зрители, а среди них были родители и почетные гости, азартно поддерживали маленьких спортсменов. Хотя, наверное, самые ярые болельщики – коллеги по команде. Подобные соревнования – часть воспитательной программы, реализуемой оздоровительно-образовательным центром по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа включает и участие в соревнованиях различного уровня. Но самое важное то, что дети чувствуют заботу о себе. «Этим ребятам нужна доброта и свет. Мы стараемся поддержать их, дать, почувствовать, что они лучшие из лучших и на том же уровне, на котором все наши спортивные работают». Главное, что дают эти соревнования маленьким участникам – веру в себя, в свои силы, в свои способности достичь любой цели. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.